Набережный Челнинский институт КФУ – это крупнейший вуз Закамского региона, который дает вам возможность получить классическое образование, ориентированное на потребности современного мира. При этом высококвалифицированный преподавательский состав нашего института ставит своей задачей не только воспитание профессионала высокого уровня, но и гражданина своей страны. Мы чтим и соблюдаем традиции 200-летней истории Казанского университета. Идя в ногу со временем, наш Набережный Челнинский институт КФУ – дает возможность нашим студентам всесторонне развиваться. Мы ведем подготовку по широкому спектру направлений. Это инженерно-техническое направление, физико-математическое, социально-гуманитарное, а также экономическое и юридическое. Кроме того, наши студенты могут проходить стажировку в ведущих университетах и вузах Европы, Америки и дальнего ближнего зарубежья. Мы ведем подготовку на шести отделениях – автомобильное отделение, отделение информационных технологий и энергетических систем, инженерно-строительное отделение, социально-гуманитарное, экономическое и юридическое. Занятие ведется в девяти учебных зданиях по пяти направлениям специалитета, 35 направлений бакалавиатуры, 15 направлений магистратуры и 21 направлений аспирантуры. Кроме того, у нас имеется инженерный колледж, где ведется подготовка по 15 направлениям среднего специального образования. Наши студенты выиграют гранты на проведение научных исследований. Также они являются лауреатами стипендии президента Российской Федерации, правительства Российской Федерации, президента Татарстана и правительства Татарстана. Кроме того, есть именные стипендии. Это стипендия Альфи Кагогина. Наши студенты являются участниками мирового студентского проекта «Формула студент», где они сами конструируют, разрабатывают и создают гоночный автомобиль наподобие «Формула-1». Кроме того, наши студенты являются резидентами IT-парка. Наш Набережный Ленинский институт сотрудничает с более чем 70 предприятиями города Набережной Челны и регионы. Крупнейшими представителями таких предприятий являются, конечно же, КАМАЗ, Форт Соллерс, Челны Водоканал и многие другие предприятия. Я считаю, что у наших предприятий и у нас одна единая общая цель – это подготовка высококвалифицированных кадров и их дальнейшее трудоустройство. В 2013 году открыт инжиниринговый центр КФУ – база для научно-технических исследований и разработок, а также целевой подготовки кадров для промышленных предприятий. В центре более 20 научных и учебных лабораторий в области новейших производственных технологий. В 2014 году институт выиграл грант по проекту «Гибкие производственные системы». Оборудование лаборатории в автоматическом режиме позволяет изготавливать детали до полутора тонн. Еще одно из важных преимуществ данной лаборатории состоит и в том, что теперь студенты станут еще ближе к производству и в лаборатории гибких производственных систем смогут как обучаться, так и практиковаться. А в 2015 году за счет федерального бюджета было решено отремонтировать один из корпусов студенческого общежития института. Капитальный ремонт был успешно произведен, и сейчас в новом общежитии уже живут иногородние студенты. И уже 24 февраля 2016 года президент Республики Татарстан Рустам Миниханов посетил новый учебно-производственный центр «Гибкие производственные системы» и отремонтированное общежитие Набережно-Челнинского института КФУ. Активную работу ведут порядка 30 творческих объединений, студенческих клубов и спортивных секций. Набережно-Челнинский институт КФУ – единственный вуз в городе, осуществляющий подготовку журналистов. Студенты могут реализовать себя в эфире молодежного радио. Активная комиссия института начинает работать 20 июня в инжиниринговом центре КФУ и теперь подавать документы куда проще. Подача документов для поступления осуществляется тремя способами. В электронной форме на сайте социально-образовательной сети «Буду студентом КФУ», лично в приемной комиссии Набережно-Челнинского института КФУ. Если вы не можете лично приехать в Набережные Челны, то следует отправить оригинал или копию документа об образовании, фотографии и ксерокопии других документов почтой. В 2016 году имеются несколько нововведений и касаются они новых правил и даты зачисления. Если в прошлом году поступающий подавал заявления на три направления и расставлял их по приоритетам, он одновременно участвовал в трех конкурсах. В этом году поступающий также может подать три заявления, но участвовать только в одном конкурсе. Дата окончания приема документов об образовании и заявления о согласии на зачислении в первую волну – 1 августа 2016 года, а выход приказа о зачислении 80% от общего количества бюджетных мест выходит 3 августа 2016 года. Оставшиеся бюджетные места заполняются во вторую волну. Данный порядок зачисления несет в себе уверенность в зачислении большей части поступающих в первую волну. По окончании института наши выпускники получают диплом Казахского федерального университета. И знания, которые они приобретают в наших стенах, является залогом их будущей успешной карьеры. Кроме того, сотрудничество с предприятием региона является залогом их будущего трудоустройства.